Вы смотрите отзыв об отеле Софии Миттус Бич, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Сааф, который был в нем в 2009 году. В этот год в отпуск потянуло в последний день весны. Может оно и к лучшему, и еще не совсем сезон. И жары запредельные синоптики не обещали. По деньгам опять же чуть выгоднее. Поехали через турфирму Лабиринт. Фирма отработала как надо, без проблем и накладок. Летели с Кай-экспрессом. Авиакомпания отработала так же как и фирма. Все вылеты до безобразия по расписанию. Прилетели в Ираклиан, засели в мини-баз. Поехали. Все хорошо. Приехали в пункт назначения, деревня Бали. Располагается это чудо на холмах. Пляжи обустроены в небольших, естественных бухтах, числом которых три или четыре. Отель как-то совсем не поразил. Та его часть, что Софии зовется, находится хорошо так на холме. Ответная часть, мифос, спускается к море стремительным домкратом. Селить нас поначалу никто не спешил. Потом подтянулся хозяин, развил активность, вспомнил все русские слова, и процесс пошел. Одну семью, наши попутчики, заселил оперативно, а на нас, видимо, дешевых номеров не хватило. В итоге нам достался небольшой номер с кухонным уголком, набором белоплошек, балконом и видом на бухту. А также еще крутой холм в придачу. Говорящий по-нашему сотрудник отеля Слава тем не менее обрадовал. Сказал, что на следующий день хозяин нас переселит. Подразумевалось, что в номер получше. Но пообщавшись за ужином с попутчиками, стало ясно, что у нас с комнатой вполне все хорошо, и на переселение мы забили. Да и хозяин тоже. Хотели было мы выяснить окончательно этот момент у славного парня Славы. Но он непринужденно закосил под чайника, смотрел мимо нас стеклянным взглядом и виртуозно уходил от ответа. В общем заселились. От ужина в чем бог послал, а посылалось на ужин обычно пару видов мяса рыбы. Салат из действительно свежих овощей, гарнир в виде риса или картошки, ну и куда ж без макаронных изделий под майонезом. Мы двинулись осматривать окрестности. Ближайший пляж восторгов не вызвал. Это песчаное маленькое пространство, щедро утыканное платными зонтиками и шезлонгами, к тому же акватория пляжа, была напрочь заставлена всякими плавсредствами. Но вода при всем при этом прозрачная, на пирсах под водой мирно жили ежики, плавала рыбка разная, и даже если это не глюк, я разглядел на дне несколько скатов. Водичка вполне купабельная. Этот маленький пляж просто и со вкусом окружен тавернами. Таверн много. Очень много. Просто чересчур. В итоге, пропутешествовав чуть подальше, через пару склонов и мимо небольшой циркушки, мы нашли иной пляж, побольше предыдущего и как-то уютнее что ли. Нет, с тавернами там тоже полный порядок, но вот лучше он и все. Это, кстати, рядышком с отелем Вали Старт. На мой взгляд, именно этот отель очень удачно расположен. На следующий день нам довелось поручковаться с нашим отельным гидом по имени Аланте, не путать с Алантичем. Она вручила нам прокламацию с прайсом по экскурсиям и прокатным авто, рассказала собственно про экскурсии, норовила поскорее свалить. А напоследок оказала нам услугу евро в так на 80. Дело в том, что хозяин отеля в курортной реальности продавал кондиционер за 40 евро в неделю. А в прошлой жизни при покупке тура, Канди позиционировался как безглазмездный, то есть, даром. Вот на этой коллизии и решили тонко сыграть наши попутчики, славная семья из не менее славного города Архангельска. Они указали на это безобразие Аланте. Аланта в свою очередь хозяину. И ведь получилось. Пульты были выданы всем нам, исключая Аланту, разумеется, в тот же день. А ведь мы тупо заплатили бы. Век живи, век учись. Вообще, Канди – штука актуальная, по ночам довольно шумно, да и насекомые нередкие гости. А потом после аргупросов начался, собственно, отдых. По утрам завтрак, пляж, куда-нибудь поехать, ужин, пляж, вино на балконе. Немного конкретики. В города мы ездили на транспорте. Начитаны на форуме и напуганы проблемой парковки. Билет Доритимна – около 13 евро на двоих туда, обратно. В Ираклиан – около 20, в Ханью – под 40. Проезд на паровозике чепушили по боли до основной дороги – 2 евро на человека. Билеты на автобусы покупали на остановке. Лучше обратно там билет не брать, могут не совпасть компании-перевозчики. Мы так налетели в Ираклионе. Высадили из автобуса. Автобусы ходят довольно бодро, один в час, по вечерам интервал увеличивается. Кататься по острову на арендованном авто гораздо интереснее. Эх, прокачу нам обошлось по 25 евро на 3 дня. Машинка «Шевроле Авио», двигатель 12. На самом деле, довольно слабая, но в горы перла. Контора «Кар Холида» и вся красная страховка включена, и франшизы нет. Права подошли российские. Машина предоставляется с полным баком, с таким же нужно ее вернуть. Стоимость бензина – 11,12 евро. Вдохновение для маршрутов черпали из купленного в ближайшей лавке путеводителя. В первый день посетили пещеру Мелидони, вход 3 евро с человека, деревню Маргариту, раскопки Элифтерны, монастырь Аркадио, 2 евро, город Спили, монастырь Привели, 2 евро без пляжа, монастырь Атали Близболи. Очень понравилась пещера, все-таки первый раз в пещере, денег не жалко. В Маргарите продают керамические штучки, на любителя. С остатков Акрополя Элифтерны панорамные виды, плюс древнющая византийская церковь. К монастырю Аркадио не зарастет народная тропа, да и помимо прочего очень уж там розы хороши. Горы в Спили – это как бы Альпы, но не Альпы, а Мила также. По пути в Привели было сначала красиво, потом страшно. Хотелось на пляж, но было мало времени. А монастырь Атали было грехно посетить, поскольку он рядом с Бали. В монастыре все зелено, ухоженно, да еще подружились с веселым щенком. Во второй день шоу продолжилось. Посетили озеро Курна, 7 евро катамаран, увидели одну маленькую глупую черепашку. Потом был самый лучший пляж на критии с тех, что мы видели Фаласарна. Затем деревня Платонос, а после нее для меня начался незапланированный экстрим в виде 48 километров до монастыря Хрис Аскалити с подборным горным серпантином. Неогражденные участки дороги с обрывами также включены в программу. Я-то думал, что страшно ехать в Привели. Наивный. Но стоит ли говорить, что вход в монастырь 2 евро с персоны? И как награда за прожитый на адреналине день, это еще один красивейший пляж Крита, Элофониси с белым песком и каких-то нереальных цветов моря. Обратно дорога была другая, через что, не помню, но горных серпантинов не в пример было меньше. Несмотря на все усилия, на ужин мы опоздали, но не растерялись. Добыли в таверне на ужин октапуса на Гриве. Поздний ужин обошелся 24 евро на двоих, включая спиртное. Третий день по сравнению с двумя предыдущими был просто легкой прогулкой. Мы поехали на восток, побывали в Фаделе, родине Эль-Грека, Былунде, заехали в деревню Плакос, посетили тамошний пляж и сделали крупные гальки. А потом поехали на спинолонгу. На мой взгляд, совершенно лишнее телодвижение. Спинолонга хороша на расстоянии. Мало того, что отслюнявили по 7 еврей за корабель, так еще заплатили или 2 или 4 за вход на развалины. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok